Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний ролик будет посвящен любопытному опыту, который носит название колумбовое яйцо. Чтобы сделать этот опыт, надо взять яйцо, сваренное желательно вкрутую, чтобы его не тормозили внутренние вязкие силы, и силой закрутить его. И в результате мы видим, как яйцо встает на свой конец. И этот опыт представляется весьма неожиданным. За счет вращения устойчивое и неустойчивое положение яйца как бы меняются местами. И вращающееся яйцо не опускает, а наоборот поднимает свой центр тяжести как можно выше. В принципе, иногда, но редко яйцо встает и на свой острый конец, а не на тупой. Правда, ждать приходится довольно долго, когда это случится. Но если его закрутить на остром конце, оно стоит на нем не хуже, чем на тупом. Так что такое устойчивое положение вращающегося яйца тоже является возможным. Опыт с колумбовым яйцом относится к той же группе опытов, что и опыт с китайским волчком, который встает на свою ножку. О нем у нас есть отдельный ролик, и я очень советую вам его посмотреть, ссылка будет внизу. Или опыт с кельтской лодочкой, которая вращается от вот такого легкого нажима пальцем. О ней мы тоже когда-нибудь поговорим. И все эти явления возможны лишь постольку, поскольку вращающееся тело взаимодействует со столом, на котором это вращение происходит. За счет силы трения и теряет свою энергию. Если бы этого взаимодействия не было, то и яйцо не смогло бы встать на попа. И имеется простое доказательство этого факта. Сейчас я вам его продемонстрирую. Итак, рассмотрим вращающееся яйцо на старте и в его устойчивом верхнем положении. Обозначим моменты инерции яйца вокруг поперечной оси И1, вокруг продольной оси И2. И пусть яйцо на старте вращалось с угловой частотой омега-1, а когда оно поднялось на конец, угловая частота стала равной омега-2. Допустим теперь, что яйцо не терлось о стол. Тогда его момент импульса Эль должен сохраняться. И на старте он был равен И1 омега-1, а когда яйцо встало вертикально, он стал равен И2 омега-2. И поскольку И1 больше, чем И2, тем самым омега-2 больше, чем омега-1, яйцо стало вращаться быстрее, как фигурист, когда он прижал к себе руки. Если яйцо не тормозится силой трения, значит его энергия тоже сохраняется. Начальная энергия вращения была равна И1 омега-1 в квадрате пополам, и она переходит отчасти в энергию вращения И2 омега-2 в квадрате пополам, а отчасти в потенциальную энергию МЖАЖ за счет того, что центр масс яйца приподнялся на высоту АЖ. А теперь учтем сохранение момента импульса L и перепишем это равенство в виде L омега-1 пополам равняется L омега-2 пополам плюс МЖАЖ. И поскольку омега-2 больше, чем омега-1, получается, что энергия яйца увеличилась, а это нарушает закон сохранения энергии. И единственный выход из возникшего противоречия состоит в том, чтобы сказать, что на яйцо в этом процессе действовала сила трения, она уменьшила его момент вращения и уменьшила его энергию. И именно за счет ее действия яйцо и встало на попа. А если бы потерь энергии на трение не было, то такой подъем яйца был бы в принципе невозможен. И съемка на скоростную камеру показывает, что яйцо при подъеме практически не меняет частоту своего вращения. На старте оно делало 16 оборотов в секунду. Когда встало на конец, его частота вращения вообще не поменялась. А потом она медленно уменьшалась, и надо подождать еще, чтобы она упала до 14 оборотов в секунду, когда такое вращение перестанет быть устойчивым. А теперь главное геометрическое отличие этих двух положений. Когда яйцо вращается на боку, центр его кривизны в нарисованном сечении находится заметно выше центра тяжести. А когда оно встает вертикально, все меняется, и теперь центр кривизны находится ниже центра тяжести. И вот я рассказал все свои приготовления к объяснению, и в этом месте я хочу остановиться, чтобы отделить то, что по-настоящему понятно, от того, что понятно лишь частично или даже непонятно вовсе. И тому есть несколько причин. Во-первых, мы свои объяснения уже представили в ролике про китайский волчок, и вы всегда можете туда заглянуть, если они вам по-настоящему интересны. Во-вторых, все объяснения такого рода упираются в вопрос о природе силы трения. Является ли она силой трения качения? И надо считать, что волчок своей нижней точкой всегда соприкасается со столом так, что эта нижняя точка волчка неподвижна, и через нее проходит мгновенное ось вращения. Или же волчок всегда проскальзывает. И надо говорить о силе трения скольжения, которое в такого рода ситуациях может вести себя весьма необычно, не похоже на то, как она описывается в стандартном школьном учебнике. Ну и есть третий пункт. Любое объяснение такого рода, оно должно ведь говорить и о том, почему для того, чтобы яйцо поднялось на свой конец, частота его вращения должна быть достаточно большой. Почему существует пороговая частота, и когда яйцо вращается медленнее, оно на конец не встает. Кстати, у меня эти яйца встают по-разному, вот это поднимается легче. И все это образует сложную оболочку вокруг этой темы. Но еще я на одну статейку из журнала Нейча кину внизу ссылку, вы можете туда заглянуть. А сейчас спасибо вам большое за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok